До Копчагая, по трассе, на велосипеде из Алматы? Да, именно в этом видео! Погнали! Выехал я на рассвете, еще не от пяти утра, поэтому это видно по количеству машин и людей. Мы хотели пойти в горы с ночевкой, но сегодня опять гроза в горах именно, пришло сообщение, и мы решили поехать на Копчагай. Да, хорошо ехать вниз. Едешь, наслаждаешься, педали не надо крутить, но убивает та мысль, что после 140 километров я все это буду педалить вверх. Здорово, Никита! Мы уже выехали на Копчагайскую трассу, а еще нет, 6 часов утра. Сегодня пасмурно, и это идеальная погода для того, чтобы нам прокатиться по Копчагайской трассе. Давай быстрее, Осмос! Вот и все. У Боба, бедненького, сломано крепление для бутылки. Очень классную штуку приобрел. Очень удобно. Так, раз. Отстегнул, и дальше поехал. Отстегнул. И эту штуку вы можете купить у меня в магазине на Валбересе. Артикул я оставлю в описании. А мы тем временем выехали из города, я не успел заснять. Время уже 6.30. По плану мы должны попасть на Копчагай уже в 10 часов, если будем двигаться со скоростью 20 км в час. Остановка вот здесь. Мы выезжаем с компаса, и у нас небольшая поломка на выезде. Небольшая совсем. Скрипит вот этот узел. Мы взяли вот такую смазку универсальную и смазываем ее. Все, поломка устранена. Вы думаете, у вас деревья высокие? Посмотрите на наши колючки. С одной стороны, кажется, что доехать до Копчагая и обратно на велосипеде – это такая сложная задача. На самом деле, если представить нагрузки, которые может с легкостью, ну не с легкостью, конечно, но выдерживать человек, например, Ironman, нужно проехать на велосипеде 200 км, пробежать 42 км, и проплыть 4 км – это все за один день без остановки. Еще и на скорость там нужно какие-то места занимать. Вот. А мы проедем сегодня всего 160 км максимум. Вот, поэтому абсолютно нормальная такая тренировка и подготовка к Ironman у нас. Сейчас время 7 часов утра, и на самом деле машин немного. Бомб что-то опять вытворяет здесь. Вот и обратно. И обратно мы будем ехать в то время, когда еще люди не едут, то есть там только самый разгар отдыха на Копчагае, и машин тоже не должно быть много. Охренеть просто! Чувак на Спартаке нас обогнал. Я пока камеру достал, он же с вида потерялся. Жесть, он, наверное, километра… Ну не 60, километр в 50 летит. Так, ну вот, шел пятый день пути. Никита Псих Сергеевич смотрит, какой скорости мы сейчас едем. И посмотрите, как держится кружка на его рюкзаке. Охо-хо-хо! 42 километра в час! Ох, нифига себе! Никита Сергеевич, пойдет. Никита Сергеевич, ну прокомментируй чай-нибудь. Заходите в мой инстаграм, я только что выложил видео. Че, упал опять? Вот такой привал у нас на таком живописнейшем месте. Посмотрите, какая гроза у нас впереди. Вот такое поле. Свежий воздух, атмосфера хорошая. Прямо по курсу туча. Мы очень надеемся, что нам не придется мокнуть сегодня. Вроде бы она то ли рассеивается, то ли уходит направо туда. Отпустило колесо, подключали немножко. Отпустил колесо, ищем поломку. Ну, в общем, у нас небольшой дорожный ремонт. Ник Сергеевич будет делать сейчас раз бортовку. Быстренько заклеим и дальше. Надеемся, что проблема только в камере. Все уже. Вот остался с ним пальцем. Кольцо, покрышку. Сейчас будем доставать в бензине. Нашли прокол. Вот оно. Надо проверить еще, вдруг вот здесь внутри осталась какая-нибудь иголочка, чтобы эта штука не повторилась с нами еще раз. Мы нашли в покрышке моей колючку, обычную колючку, которая воткнулась. Это первое. Второе мы нашли. Жалко, не засняли на камеру, просто выкинули. Что-то вроде проволоки, но поплотнее. Тоже было воткнуто в мою покрышку, пока мы ехали. Вот это все нашли. Вроде бы саму покрышку я проверил. Вот сейчас изнутри. Там ничего нету. Вот так у нас происходит склеивание. Да, мы использовали бычок от сигаретка кисточкой, чтобы намазывать. В итоге наш клей засох. Слава богу, нам попался еще один велосипедист. Мы взяли у него клей, разбортовали, все сделали. И вот сейчас минут пять, наверное, подождем, пока он приклеится. И начнем собирать. Невероятно, но мы справились с этой проблемой. Колесо накатило. Будем надеяться, что не сдуется. У Боба нашли тоже шило такое же, прям на переднем колесе. Будем надеяться, что не спустит. Скоро, да, шип не потеряем. Да. Ну и вот, показался первый вид на Копчегай. Ну и вот, наконец, мы въезжаем в город Кунаев. Время 10.45. Три с половиной часа едем, но учитывая, что наша перепортовка колеса, заняла у нас где-то час-болтора в этом промежутке времени. Нам осталось ехать еще около от 10 до 20 километров, чтобы доехать на зону отдыха, где мы хотим отдохнуть. Чувак откуда-то с Европы приехал. Чуть-чуть побольше, чем наш. Решили мы все-таки бахнуть. До сезона. Мы проехали мост, начинается казино. Если от этого места ехать обратно в Алмату, до знака Алматы, мы проедем 68 километров. То есть мы сейчас проехали больше, ну, около 80 километров. Мы уже почти проехали все казино, остался казино иксованным. И на следующей развязке мы сворачиваем направо. Мы выехали из под моста, вот он, за моей спиной. И повернули налево. Вот сейчас чуть пропедалим по такой подобной дороге, с такими подобными пейзажами. И мы уже недалеко, минут 15 нам осталось. Время без пяти двенадцать. Время без пяти двенадцать. И так, у нас обед. Мы добрались на Копчагае. Вкусный кашират с тушеночкой и печеньем. Опа! Слушай, да, у тебя талант открывать пушенку. Где кровь, где брызги. Сейчас все будет. Так, погнали, чай. Бог, включай. Мне сейчас сюда сахар. Я хотел взять мед, но некуда было ложить, он мог развиться, поэтому вот такое решение. Ты не взял, да? Да. Значит, мы в дождь поедем. Ох, мы поели, покупались. Так нам хорошо. Вот это отдых. Перед тем, как обратно ехать, самое то. Сейчас еще поваляемся, купаемся, поедем обратно. Все, мы готовы продолжать наше путешествие. Шикарно отдохнули в этом месте. Едем дальше. Все, мы заехали на заправку. Последняя наша дозаправка. Купили воды, перекусили еще чуть-чуть и финишная прямая. Мы сделали этот адский затяжной подъем. Когда ты поднимаешься, точнее, спускаешься с той стороны туда, в сторону Копчега, так хорошо, кайфуешь. Верх это невероятно затяжной подъем. Фух. Но мы его сделали. Вот как надо. Решили передохнуть тоже? Да? Все супер. Умягчения нету, королона. Даже там тряпочки никакой нету. Просто пластиковая карбоновая сидушка. Бедная его жопа. Она, наверное, стальная. Вот как выглядят аэронмены. Да, на шоссейных велосипедах, конечно, совсем другое дело. Ребята просто едут с другой скоростью. Если мы едем 20 километров, то они едут 30 километров. Это как мимо нас, мимо стоящего человека легким бегом пробегает другой. То есть, если мы проезжаем маршрут за 4 часа, они проезжают за 2 с половиной в одну сторону до Копчега. поэтому вот это шоссейник. Но и люди подготовленные, потому что просто элементарно отсидеть 2 с половиной или 4 часа, а то и 9 часов. На такой сидушке это невозможно просто. Это надо прям тренироваться, постоянно вот так вот ездить. вот мы пока начинаем с обычных велосипедов. Мы остановились передохнуть. Уже все болит. решили все съесть. Допили всю воду, съели всю еду, все, что у нас было. А еще 30 километров как минимум только до Алматы. Еще по Алмате около 30 километров. Да, у нас уже все закончилось. Вода, еда. Уже охота пить очень сильно. А до заправки ближайшие 45 километров. В общем, у нас такой изнурительный забег сейчас будет. 45 километров сейчас это совсем не то, что было 45 километров в начале. Ой, как будто все время в горку едем. Просто слов нет. Смотрите, сколько мы всего проехали с последнего знака. Я был уверен, что мы проехали все 20. мы рассчитывали на эту заправку, но она еще не открылась. До следующей заправки еще около 20 километров. Думаем перебежать дорогу туда. вот такой поток. Короче, скорее всего, мы поедем дальше до следующей заправки. прямо. В итоге мы перебежали через дорогу. Вовчик это сделал, молодец. Мы попили водички, поели и продолжаем наше путешествие. и вот такой шикарный закат. Будем с красотой гор. Мы въехали в Алмату. Время вес 10 8 мы живы, здоровы, полны энергии, еды, воды, слава богу. Поэтому ехать нам легко. Вот такое небо. Вообще шикарные пейзажи. На закате ехать это очень круто. Все, с Бобом мы прощаемся. Боб, давай, молодец, ты хорошо съездил. Я уже практически на месте. Время без 10 и 10. Вот проехал я вот такое расстояние. Вот. Я думаю, получилось мощно, поэтому ставьте, заряжайте большие пальцы вверх, подписывайтесь. До скорых встреч. Пока.